Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как можно привести в порядок вашу вишенку. Сезон еще вегетативный, не в полном разгаре. Листья еще не распустились, почки только набухают. И у нас есть время привести наши деревья в порядок до того, как они распустятся полностью. Буквально последние два года. Итак, вишня. Дело в том, что обрезка различных пород, даже более того скажу, обрезка различных сортов, в зависимости от их типа роста, может сильно отличаться. В частности, есть специфика обрезки вишни. Основное правило обрезки вишни в том, чтобы, во-первых, сдержать ее рост, если особенно эта вишня относится к древовидным. А во-вторых, предотвратить ее загущение. Дело в том, что веточки, которые оказались внутри кроны, со временем отмирают, усыхают и становятся пищей для различного рода грибков. Кроме того, это все отрицательно сказывается на общем состоянии дерева, наличие мертвых ветвей. И наша задача сейчас, весной, когда мы хорошо видим крону, когда она просматривается, нам не мешают листья, проредить ее изнутри, во-первых, а во-вторых, немножко ее снизить. Согласитесь, что дерево в первую очередь должно быть удобным для вас, удобным для ухода, удобным для уборки урожая, удобным и красивым при уходе, чтобы вам не мешали ветви ухаживать за его стволом, за землей, в его приствольном круге, чтобы вам было приятно на это деревце посмотреть. И согласитесь, нет ничего приятнее, чем ухоженная, аккуратная вишенка. Итак, вишня. Здесь мы видим молоденькую вишеньку, ей порядка 6-7 лет, она уже вступила в плодоношение. Вот видите, у нее уже заложены букетные веточки, из которых готовятся выйти цветочки. И мы попытаемся немножко ей помочь привести ее, так сказать, в порядок, навести марафет перед началом сезона. Итак, мы смотрим. Во-первых, мы удаляем те веточки, как мы уже говорили, которые растут внутрь, которые трутся друг от друга, мешая расти. Вот. Обратите внимание. И мы должны одну из веточек вырезать. Опять же, когда мы вырезаем, ни в коем случае мы не оставляем пеньков. Пеньков у нас быть не должно. Поэтому все срезы делаются на почку. Раз. Здесь. Видите, вот хорошая веточка, она даже заложила цветочки. Мы можем попытаться ее перевести или отогнуть в нужную нам сторону. Вот. Два. Здесь, вот видите, мы тремся. С одной стороны, очень не хочется терять такую хорошую ветку. Здесь столько плодовых образований. Это же все наш будущий урожай. Поэтому мы ее просто укорачиваем, а в дальнейшем мы ее удалим полностью. Вот. Ветка, растущая внутрь кроны. Мы ее вырезаем у основания штамбика, чтобы не было никаких пенечков. Ну, вот типичное. Обратите внимание, эта веточка уже усохла. Она оказалась в очень невыгодном положении. И деревце решило, что проще ее заглушить, чтобы она усохла, чем тратить на нее питание. Вот это тоже усыхающее. Обратите внимание, какие у нее тощие, тоненькие почечки. Убрав их, мы фактически немножко деревцу помогаем. Раз, два, три. Вот. Убираем все отмершие ветви. Их на дереве не должно быть. Это все пища для будущих болезней. Здесь, видите, веточка очень низкая. Она всегда будет находиться в тени кроны и не сможет нормально дать урожай. Во-первых, ну, реализовать свой потенциал в целом. Мы тоже удаляем все такие слаборазвитые ветви. Вот трущаяся ветка. Мы удаляем ее тоже. Ее быть у нас не должно здесь. Дальше. Вот, видите, даже просто удалив трущиеся ветви, мы намного облегчим дереву жизнь. Вот, смотрите, здесь даже уже кора протерлась от постоянного трения. Убираем. Также мы переводим на наружную почку или наружное ответвление те веточки, побеги, которые растут внутрь кроны. Вторая наша задача – это сделать крону чуть ниже и более компактной. С переводом, делаем срез с переводом на боковое наружное ответвление. И укорачиваем. Укорачиваем над почечкой. Особенно стараемся укоротить те побеги, которые растут наиболее активно. Такое укорачивание в дальнейшем провоцирует закладку на веточки плодовых образований, в частности, букетных веточек, которые дадут нам, собственно, урожай. Убираем. Вот, видите, хорошо развитая мощная ветка. Здесь прирост даже почти полметра. Мы ее укорачиваем наполовину. Опять же, над наружной почкой. И в дальнейшем из нее разобьется побег, который пойдет в сторону, а не внутрь кроны. Убираем все поломанные. Все слабые убираем. Они не смогут дать нам хорошего урожая. Но вот здесь, видите, как оно легло. То есть, вот это мы уберем, а это станет у нас давать урожай. Здесь на деревьях часто остаются мумифицированные плоды. Они остались висеть на дереве, потому что они поражены заболеваниями. И сейчас весной, когда теплеет, они начинают рассеивать споры. Поэтому все остатки убираем. Убираем с дерева. Их на дереве быть не должно. Это все источник инфекции. Здесь убираем на почечку. Переводим на боковое ответвление. Укорачиваем. Такого рода обрезка заставляет деревце больше закладывать цветковых почек. И, соответственно, мы получим с вами в будущем году больший урожай. Здесь вот тоже, видите, идут ветки. Она когда-то была повреждена. И здесь нам нужно менять решение. Во-первых, вот эту мы удаляем, поскольку она ложится. А здесь мы эту веточку тоже удалим совсем, поскольку на ней образовалась язвочка. Вот очень хороший растущий побег. Но мы его, опять же, укоротим на наружную почку. При этом на нем в будущем году образуются новые букетные веточки и заложат урожай. Все, что растет внутрь кроны, мы либо вырезаем, либо очень сильно сокращаем. Вот такая обрезка потом провоцирует закладку, опять же, цветковых почек. Сейчас мы немножко снизим ей верхушку, чтобы наша вишенка росла более компактной. И опять же, верхушку подрезаем. В идеале, когда вы смотрите на свое дерево, оно должно иметь форму, приближенную к округло-шаровидной. Это оптимальная формировка для молодой вишни. В дальнейшем, когда она станет повзрослее, нам придется немножко ее проредить еще больше изнутри, сформировав такую чешообразную кружку, чтобы она хорошо просвечивалась солнцем, чтобы ваши вишенки все были согреты и хорошо созрели. У вишни, как и у других плодовых культур, тоже есть свои болезни. И ранняя весна – это для них тоже оптимальный период для проведения искореняющей обработки. Опять же, повторюсь, поскольку температуры воздуха в начале сезона обычно стоят невысокие, то мы ограничены в выборе средств защиты. Нам нужны либо контактные фунгициды типа препаратов меди, тот же самый азофос, купорос, бордовская жидкость, хлорокис меди, либо такие низкотемпературники, как хорус. Дело в том, что сейчас начинается лед-спор таких болезней косточковых, как дырчатая пятнистость, как манилиальный ожог уже начинает разлетаться. И хотя цветков еще нет, но споры, которые остались на отмерзших цветках, на отмерзших плодах, они уже присутствуют в воздухе. И опрыскивание в этот период помогает инфекцию остановить, а то и даже искоренить в нашем саду. Поэтому сейчас после обрезки мы поработаем нашу вишенку раствором фунгицида, в частности азофоса. Повторюсь, все препараты мы готовим строго по инструкции, которая всегда присутствует на банках с средствами защиты. Более того, мы провели обрезку, у нас имеются маленькие ранки. Полностью замазать все даже небольшие срезы, которые образуются после обрезки, нереально, да и не нужно. Достаточно, пользуясь моментом, сразу после обрезки провести опрыскивание. Медь, попавшая на срезы, станет профилактическим средством. Она предупредит заражение этих ран любыми болезнями, грибковыми либо бактериальными. Для обработок желательно выбрать безветренную погоду, чтобы препарат не разносился по участку, а попадал строго на наше растение. Внимательно следим за тем, чтобы были смочены кора, ветви, почки. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал Процветок. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин